Прохождение ледохода в Нарьинмаре ожидается в третьей декаде мая, а уровни воды в столице региона будут выше, чем в прошлом году. В Нинницком округе стартовала работа по подготовке к ледоходу на реке Печора и прохождению периода весеннего паводка. Эта тема стала ключевой на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Прогноз паводковой обстановки на Печоре доложила начальник отдела гидрометеослужбы. По словам Веры Волик, более точный прогноз по паводку появится позже, когда начнет вскрываться лед в районе поселка Троицко-Печорска в республике Коми. Ледоход на Нарьинмаре ожидается в сроки, близкие к среднем многолетним. Это 23 мая с допустимой погрешностью плюс-минус 7 дней. Среднем многолетний уровень у нас 538 сантиметров. В этом году дают 550 сантиметров. Наиболее опасными с точки зрения нанесения материального ущерба от паводка являются населенные пункты Тошвиска, Великовисочная, Оксино, Лабожская, Макарова, Тельвиска, Куя, Андик, Красная, Осколково, частично город Нарьинмар с общим количеством населения более 4000 человек. Главам муниципалитетов предстоит провести работы по усилению и реконструкции существующих противопаводковых насыпей, привести в готовность силы и средства, привлекаемые для всех видов работ, обусловленных весенним половодьем. Параллельно с подготовкой к ледоходу в регионе идет подготовка к пожароопасному сезону. Чтобы он прошел без чрезвычайных ситуаций, необходимо урегулировать ряд вопросов. В частности, привлечь арендаторов земельных участков, которые не входят в состав Гослесфонда к тушению пожаров. Речь идет о пожарах в тундре. Коллеги нам с департамента природных ресурсов пояснили, что там будет их довольно проблематично к этому делу привлечь. И пока, скажем так, у нас просто это остается неотрегулированным. И, как вы все знаете, работаем всегда по этому поводу с колес. Ну, скажем так, у нас предложение такое, что, в принципе, нам надо работать и продолжать каким-то образом, значит, на их взаимопонимание по этому поводу. Естественно, максимально задействовать все силы, которые у нас есть, это и добровольцы, и по возможности пожарных и противопожарных служб субъекта. Помощь в тушении лесных пожаров в регионе в случае чрезвычайных ситуаций будет оказывать Архангельский единый лесопожарный центр. Доставку сил и средств к месту тушения пожаров в рамках заключенного контракта будет осуществлять Наринмарский авиаотряд. Он же займется патрулированием лесов в пожароопасный период. Он объявляется в регионе в июне. По словам Александра Игнатьева, до начала пожароопасного сезона необходимо также решить вопросы, связанные с тушением пожаров на свалках твердых бытовых отходов в Наринмаре и поселке Искателей. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.